Привет! Поговорим о вот каком вопросе, который на самом деле мучает так или иначе каждого человека. И даже после ответа на этот вопрос он остается, потому что ответ на этот вопрос заключается не только в словах, но в аспекте принятия идеи определенной. Тем не менее, и слова тоже важны для понимания этого предмета. В чем же вопрос? Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Можно озвучить этот вопрос так. Можно озвучить его в такой форме, где же справедливость Творца, когда мы видим, что хорошие люди живут плохо, плохие люди живут хорошо. Где справедливость? Неужели Бог такой судья, который оставил этот мир на самотек, и жизнь хорошего человека связана со страданиями, а жизнь плохого связана вот наворуй себе и будешь жить счастливо. Где здесь справедливость? Если человек будет жить этим вопросом, то вполне возможно, что он отчаится во Всевышнем и будет говорить «вот, Бог меня нас оставил, весь мир вообще его нету» и так далее. Какой же ответ? Ведь мы действительно видим, что в мире много примеров таких ситуаций. Не так часто хорошие люди живут достойным образом, и не так часто плохие люди несут свою ответственность, как, может быть, им было бы положено. Где же здесь справедливость Творца? На самом деле ответ на это может быть короткий, может быть более длинный. Начнем с короткого ответа. Если мы говорим, а мы так говорим, что все, что идет от Бога — это добро, тогда возникает еще больше вопрос, где это добро в том плохом, что происходит с людьми. И ответ на это таков, что, с одной стороны, есть то, как Творец реализует себя через качество добра и милосердия в открытой форме, как сахар сладкий, а есть, когда Творец реализует себя как грозный судья, и через испытания человек удостаивается, может быть, намного большего, чем он был достоин сам по себе. Получить что-то хорошее само по себе и так нормально, и так приятно, все, нет вопросов. Но вещи, которые человек в состоянии получить через испытания, они способны поднять человека на намного более высокую ступень, чем он, может быть, до этого был сам по себе достоин. Даже на материальном уровне мы видим примеры этому во всех сферах, где у нас есть момент испытания. Для чего нужны испытания на материальном уровне? Есть человек, который заявляет, что он обладает определенными навыками, способностями и так далее. Но мы об этом не можем знать, потому что они находятся в человеке в скрытой форме. Мы не знаем, так это на самом деле или нет. И, допустим, нам нужно, чтобы нам человек сделал ремонт дома. Он говорит, я умею все делать. Как мы можем определить, так это или не так? Если этот человек может каким-либо образом доказать то, что он в состоянии это сделать, то этим самым он поднимает себя на уровень человека, который способен выполнить всю эту работу. Даже если в каких-то аспектах ему потребуется немножечко над собой сделать в дальнейшем усилия или там что-то подучиться, что-то подтянуть, тем не менее, пройдя определенные испытания, он этим показывает, что он этого уровня достоин. Хотя это было тяжело, это было на пределе его возможностей, но тем не менее, сделав этот тест, он поднимает себя на этот уровень. Как в некоторых сферах деятельности требуется от человека какое-то тестовое задание. Для чего оно нужно? Чтобы человек мог показать, что он реально может это сделать. И даже если человек еще не сделал всю работу, окончательным тестом может быть только факт того, что человек действительно все хорошо сделал. Но мы не хотим за наши деньги ставить такие эксперименты. А вдруг он не сможет это сделать? Но выполнив часть работы, то, что она была сложная, человек показывает, что он и с целой работой вполне возможно что справится. На уровне нашей жизни, материальной, духовной, мы тоже часто сталкиваемся с различными испытаниями, которые с нами происходят. И то, что Всевышний нам не всегда посылает леденец в сладкой обертке, иногда это происходит через какие-то горькие моменты. Тем не менее, это все для определенного блага, для того, чтобы ты, пройдя это испытание, поднялся на более высокий уровень. И даже в этом вопросе Всевышний милосерден, потому что то, что с тобой это происходит по-плохому, может быть, это происходит, потому что ты не стремился на максимум своими собственными усилиями. Или если бы это произошло не так, может быть, это произошло в более плохой форме. В любом случае, это поднимает человека на более высокий уровень. Как, например, мы это видим из истории с Авраамом и жертвоприношением Ицхака, что Авраам, получив от Всевышнего указания принести в жертву Ицхака, то, как он себя повел, что он ни разу не усомнился в словах творца, он знал, что это бог от него требует, но при этом он не начал с творцом торговаться, а может не надо, а ты же говорил, он не начал себя вести так, а именно пошел и слепо стремился выполнить указания творца. То, что в итоге он доказал, что он готов был бы это сделать до самого конца, закрепило в нем тот статус, что он по-настоящему настолько привержен Всевышнему, что даже готов пойти на вещи, которые идут вопреки логике, вопреки добра и милосердия, которым Авраам тяготел по своей природе. В нашей жизни происходит все то же самое. Когда нас постигает какое-то испытание, если мы это испытание пройдем правильно, то это возвысит нас и поднимет нас на новый уровень. Если же мы сдадимся, то значит мы действительно еще не готовы, значит придется проходить более длинный путь для того, чтобы достичь той точки, куда мы хотим попасть. Как если человек не прошел экзамен, то он начинает готовиться заново и сдает в следующий раз. Это не совсем отвечает нам на то, почему хорошие люди страдают, а плохие не страдают. Почему тогда плохих людей не постигают такие испытания? Неужели они достойные? То есть жить плохо – это хорошо, а жить хорошо – это плохо? На самом деле это связано как раз с этой идеей. То, что хороший человек, ну, хороший мы говорим в рамках Торы, да, хороший человек, нехороший человек по каким-то определениям, который просто добрый со всеми и такой душа компании, да. Мы говорим в рамках Торы, да, что человек, который стремится к исполнению заповеди, вести себя достойно. Хороший человек, который старается жить правильно и справедливости, если он не дотягивает до того максимума, который он способен, то в этом материальном мире Всевышний посылает ему всяческие испытания и страдания, чтобы он, да, дошел до этого уровня. Но в будущем мире его ждет, как говорится, сладкий пирог, да, то есть ничего плохого уже больше его никогда не коснется, потому что он все, все те вещи, которые он не доработал, в материальном мире он все эти испытания прошел и достиг того максимума, которого он, как бы, достоин, которого он сам готов и стремился достичь. Что же касается плохих людей, люди, которые стремятся идти против Бога, идти только по своим желаниям, почему в этом мире с ними происходит что-то хорошее? На самом деле потому, что почти у каждого человека есть какие-то хорошие поступки, которые он в своей жизни совершил. Очень редко можно встретить пример такого законченного грешника и злодея, у которого нету вообще никаких заслуг. Но это прям какая-то крайность, которая редко встречается. Так же, как законченные праведники, которые настолько праведны, что даже в материальном мире им хорошо, редко встречаются. Так же и законченные злодеи встречаются тоже настолько редко, чтобы у человека, может быть, даже все хорошее, что он сделал, настолько было перевешено его плохими поступками, что ничего хорошего в нем найти было бы нельзя. По сути, каждый человек, который даже идет против Бога, идет не в ту сторону, все равно у него есть какие-то хорошие поступки. Может быть, он к родителям хорошо относится, при том, что он убийца и вор. Всякое может быть. И наличие одних плохих поступков не перевешивает наличие хороших поступков. То есть есть хорошие поступки, есть плохие поступки. К кому-то он хорошо себя ведет, и для кого-то он благодетель, может быть, а для кого-то он злодей, убийца и так далее. И в этом случае, если общее направление человека идти против Творца, и он не стремится как-то себя исправить или что-то такое, то Творец поступает с ним противоположным образом, чем с праведным человеком. Творец говорит так. Знаешь, что ты получишь в этом мире все награды, которые ты достоин получить за то хорошее, что ты сделал, но у тебя нету дела в будущем мире. Дальше твоя история заканчивается. То есть ты, окей, есть награды, которые ты получил, но самого у тебя нету дела в будущем мире, и ты не присутствуешь в дальнейшем на картине. Это очень страшное, это даже не наказание, это на самом деле естественный ход вещей в том, что так же, как восстание из мертвых, это противоестественная вещь. К сожалению, с момента греха с древом познания естественно стало, что человек умирает. Поэтому этот человек получает свою награду в этом мире. Поэтому мы видим, что есть злодеи, которые благоденствуют, и есть хорошие люди, живущие по справедливости, которые терпят лишения и страдают. Тем не менее, это не значит, что человек должен жить только страданиями. Если человек соберется и сам как бы исправит то, ради чего приходят к нему страдания и будет просить Всевышнего, чтобы те испытания, которые к нему приходят, приходили к нему в более мягкой форме, то Творец милосерден и отвечает на молитвы человека. С другой стороны, если человек видит, что он ничего не делает хорошего, а у него все хорошо, это плохой знак. Это знак того, что, может быть, тебе выдается вся награда в этом мире, а в будущем ты всего лишен. И каждый человек сам определяет для себя. Его смысл существования это в том, чтобы он прожил просто кайфуя каждый день, а дальше он просто исчез бы, перестал существовать, и все, что он делал, потеряло бы минимальнейший смысл. Или в том, что он, может быть, живя не самую простую жизнь, хотя думаю, что каждый из нас может сказать, что есть и радостные моменты в жизни каждого из нас. Хотя бы, в принципе, то, что мы живем, это уже достаточный повод для радости. Человек, проживя, может быть, не самую простую жизнь, но проведя ее достойно, удостоится той награды вечной, которая Всевышнему ему готова на настоящую жизнь без каких-либо ограничений. Это выбор каждого человека, и в том, что мы видим, что злодеям хорошо, а праведным плохо, это тоже некая форма испытания, как мы хотим эту ситуацию истрактовать. Что нет справедливости в этом мире, или наоборот, что есть истинная справедливость в этом мире, что даже хорошие дела злодея, за них есть награда, но в своей форме. Каждый из нас выбирает сам, каким путем идти, но Тора говорит, вот я дал перед вами добро и зло, жизнь и смерть, и выбери жизнь.